об итогах перспективах формирования изумрудной сети в европейской россии откуда что пошло ну во первых прежде всего наши слова благодарности светлой памяти арустаме абдуллаевич и сагитове который в течение всего этого проекта им руководил организовывал всю нашу работу и это конечно то что сделала его память для нас особенно светлой как для человека который в принципе очень много сделал для охраны природы в нашей стране ну и вот это одно из его наверное таких очень светлых и успешных дел с чего началась изумрудная сеть она началась довольно давно и у нее есть принципы которые как нам кажется очень хороши и в принципе и для нашей страны для нашей работы в частности но это как вы видите эта сеть природоохранных территорий и вот что важно ну во первых принцип методически для охраны природы мы поддерживаем природное разнообразие путем сохранения самых уязвимых его к элементов логика тут понятно если мы их сохранили то значит то что менее уязвимо должно и подавно сохранится по крайней мере в подавающем большинстве случаев это именно так и происходит вот это вот он тут применяется второй принцип принцип административный я бы сказал методически это разнообразие способов которым решаются природоохранные задачи то есть например не обязательно делать заповедник иногда достаточно сделать заказник иногда достаточно по хорошему договориться с правообладателем земельного участка и он сам все понимая будет выполнять некоторые природоохранные нормы особенно если почему-то вдруг ему это будет как-то выгодно или удобно и третий принцип самый общий системный потому что участки изумрудной сети рассматриваются в качестве функциональной единой системы это принцип и собственно естественно научный поскольку именно в системе многие виды в системе природных территорий многие виды способны найти для себя необходимую им площадь места обитаний и с другой стороны это принцип административный потому что рассматривая участки изумрудной сети в виде единой системы мы как раз и имеем возможность выбирать на что прежде всего нужно обратить внимание с точки зрения не отдельного участка а именно допустим большого региона которым мы работаем исторический и вот это тут как раз очень деликатный момент возникает исторический идею создать паневропейскую экологическую сеть министры окружающей среды стран европы приняли аж в девяносто пятом году причем они значит разработали стратегию по в области биологического ландшафтного разнообразия и в том числе там была паневропейская экологическая сеть как вот как раз система природных территорий которые между собой связаны и это было решено сделать за 20 лет то есть к пятнадцатому году в девяносто шестом году решили что вот изумрудная сеть то есть самые ценные участки это основа паневропейской экологической сети это ключевые участки ключевые территории паневропейской экологической сети но вот а уже десятом году стало понятно что к 15-му году никакой паневропейской экологической сети создать не удастся потому что в подавляющем большинстве стран европы работа ну если началась по крайней мере была далека от окончания решили что это будет произойдет к двадцатому году ну а что именно то ну не вся конечно пан европейская кассе хотя бы вот измрудная сеть то есть самые ценные участки будут гарантировать сохранение видов и место обитания европейского значения обратите внимание место обитания через одно в одно слово то есть это имеется в виду естественные экосистемы которые могут быть местом обитания тех или иных видов вот поэтому место обитания и поэтому через одно в одно слово но вот но тем не менее сейчас двадцатый год заканчивается что сделано ну что сделано в девятом двенадцатом и тринадцатом шестнадцатом годах совет европы как организация которая вроде как призвана координировать всю совместную именно совместную деятельность европейских стран включая кстати все страны бывшего союза советских республик то есть это пан европейское пространство в несколько раз больше чем собственно географическая европа которую мы привыкли как легко понять ну вот значит вот провели две программы формирование изумрудной сети европейский союз вложился в эти программы очень немало поэтому программа считается совместной ну а с российской стороны это была деятельность в рамках международного сотрудничества минприроды с советом европы координировала эту работу в девятом шестнадцатом годах стербургская организация биологи за охрану природы которую чаще знают называют как балтийский фонд природы это ее первое название вот она собственно по поручению минприроды как раз и заключала соглашение на проведение этих работ всех ну а когда проект закончился что кстати свидетельствует о его жизнеспособности то институт географии используют для продолжения этой работы например результаты гранта который был получен от рфф и рго и государственного задания которые вот мы тоже выполняем то есть этот проект именно вписался в деятельность российских организаций и нашей страны в целом но я уж не говорю о том что на региональном местном уровне идет масса проектов вот об этом чуть позже но где это все происходит все-таки наших европейских партнеров не всегда удается быстро убедить в том что в их же собственном понимании в понятие геополитической европы россия входит целиком но поэтому вот в европейскую россию напомню проект начался 9 в девятом году так что соответственно в границах девятого года в качестве европейской россии приняли 5 федеральных округов которые полностью или частично но в основном находятся на территории именно европы географической значит вот организация проекта снова наш незабвенный рустам абдулаевич при нем в каждый момент было два штатных сотрудника балтийского фонда природы замдиректора по администрации финансов и ассистент проекта вот меня пригласили в качестве ответственного исполнителя проекта чем я на самом деле очень горжусь и счастлив что имел участие принять так сказать какое посильнее содействие оказать и приглашенных экспертов у нас было 108 человек из 59 организаций еще больше ста человек помогали как волонтеры тоже передавая между прочим свои научные данные не опубликованные очень часто именно учитывая всю важность вот этой работы теперь я думаю становится особенно понятным как была велика роль балтийского фонда природы во главе с его руководителем и в общем то как это здорово что они все это сумели сделать потому что действительно огромный коллектив это вообще пример того как надо организовывать работу когда полученные деньги грант не делятся между своими а выбираются лучшие исполнители буквально со всего региона работ внешние связи нас ни разу не подвели нас прекрасно курирули из департамента международного сотрудничества у нас были великолепные отношения с координаторами программы в совете европы были очень грамотные понимающие эксперты совета европы в целом этот проект это пример того как можно и нужно наверное сотрудничать на международном уровне когда все прекрасно понимают что в общем сами политики уйдут народа остался если исходить из этого то тогда можно сделать пользу совместно независимо от того как там между собой сейчас политики ладит или не ладит это уже было вторым для нас всех вопросом очень поэтому наверное поэтому наверное очень активно нам помогали и географической ботанической энтомологическое общество союза охраны птиц ассоциации птицы и люди некоммерческое партнерство прозрачный мир от которых мы получили прекрасные карты электронные кольский центр охраны дикой природы таком хорошим людям всем во всех этих организациях ну и конечно в ввф greenpeace российском соцсокосоюзе которые всегда были с нами в хорошем рабочем контакте что мы делали начну во первых есть мероприятия хорошо заметные потому что они формализованы четко привязаны конференции семинары их у нас прошло в общей сложности больше десятка в рамках этих семинаров мы координировали работу с коллегами потому что один и тот же вид встречается на разных территориях соответственно когда идет оценка его состояния то учитываются данные из разных стран поэтому мы активно участвовали в планах развития изумрудной сети в том числе на паневропейском пространстве и с нашей подачи в план вошло развитие изумрудной сети в том числе в азиатской россии и в странах которые сейчас называются средней азией центральной азии и казахстаном то есть вот наша средняя азия бывшего ссср но к сожалению пока это не реализовано или если реализовано то в начальной стадии более такая кропотливая повседневная работа это составление перечней тех видов европейского значения и тех природных обитаний европейского значения которые находятся в европейской россии состояние картографирования ну по и когда вот мы сравниваем эти перечни с тем что у нас ценные охраняется то разумеется возникает предложение по расширению перечней видов европейского значения и природных мест обитаний европейского значения потому что ну вот есть некоторые такие объекты которые для нас уникальны а то есть за пределами россии вообще не встречаются в европе и значит вот после того как выявлены те территории на которых целевые упомянутые объекты то есть место обитания и виды отмечены и закономерно обитают находятся они просто отмечены конечно значит мы составляли схему ну то есть на самом деле карту но она была не совсем точная вот и перечень потенциальных участков изумрудной сети то есть вот этих вот территории которые были выявлены наряду с этим мы составляли методический материал по формированию изумрудной сети ну например переименовали сеть эмеральд в изумрудную сеть потому что это на мой взгляд очень хорошая и правильная метафора которая в общем-то отражает суть это зеленая территория причем самая цель избранные материалы проекта мы издали ежегодно материалы новые выявленные материалы поступают секретариат бернской конвенции который собственно и должен координировать эту работу теперь о методических проблемах как я уже говорил хорошо было заметно всегда несоответствие между теми приоритетами которые существуют в нашей стране и в ее регионах отдельных у каждого свои приоритеты в смысле например свои красные книги у каждого региона вот и тем списком видов который был наречен торжественно списком видов европейского значения и поскольку это так то вот с этой проблемой надо было что-то делать также место обитание типы места обитаний которые применяются в классификации для изумрудной сети вот классификации и унис далеко это классификации не полна если смотреть на те места обитания которые известны в россии ну и наконец у охраны места обитания в россии к сожалению пока нет специальной правовой основы именно места обитания как объекта охраны вот это конечно все несколько затрудняло нашу деятельность поэтому мы эти проблемы решали насчет как мы их пытаясь решить на мой взгляд что-то нам удалось ну с одной стороны самое простое решение это расширить перечень видов растений животных и перечень типов места обитания которые относятся к объектам европейского значения это принцип это это подход наиболее простой но дело в том что у нас получилось вот например 600 видов растений животных которые нужно было бы дополнительно отнести к объектам европейского значения если вот так вот какую такую иерархию ценности важности их сохранения составить то вот еще вот 6 сотен желательно добавить вот ну и понятно что такого просто ну система не выдержит потому что дальше начинается различные бюрократические проблемы которые сводятся к тому что большую часть этих видов в западной например европе не знают до восточной кстати тоже и в общем получилось так что ну это к этот путь оказался неэффективным более эффективно оказалось предложение по уточнению классификации типов места обитаний мы исходили из того что эти по место обитания которые указаны в перечне приоритетов в ряде случаев на территории европейской россии присутствует в виде каких-то отдельных своих проявлений и вот эти уточнения мы как раз и сделали кроме того мы добавили в число приоритетов различные типы мест обитания которые для россии уникальны в частности это юго-восток нашей европейской территории то есть это то что наиболее правильно разумеется называть опустыненными степями по классификации которую вот поддерживает оксана щебелев частности ну а наши западные коллеги называют это полу пустыней ну видимо подозревая что если полу пустыня то полу еще что-то что наверное другие знают ну вот поэтому все таки предпочитаем говорить об остепленных степях ну и самый на мой взгляд простой как оказалось подход это сочетание российских и общеевропейских приоритетов таким образом что мы для того чтобы выявить ценные территории для сохранения видов европейского значения выясняем где хорошо себя чувствуют где живут виды занесенные в российские красные книги почему понятно почему в российских регионах именно виды занесенные в региональные красные книги наиболее уязвимы и и поэтому если для них место нашлось то следовательно это место в принципе сохранилась неплохо особенно если их там несколько конечно они один случайно оказалось вот и таким образом виды европейского значения может быть и не столь редкие у нас но по крайней мере в данном месте получают место своего обитания наиболее наименее нарушенное что как раз и доказывается обитание видов занесенных в красные книги региональные нашей ну или федеральную красную книгу которая во многом и это конечно интегрирует а вот этот подход нам позволил выявить 1635 потенциальных территорий ну вот здесь статистика приводится закартировано 112 распространение 112 видов и 60 типов места обитания европейского значения вот тут распределение этих потенциальных территорий особо природоохранного значения по регионам и надо заметить что здесь конечно не следует считать будто большие большая у нас точность с площадями находится но вот число точное а площадь здесь даны по этим самым по по данным геоинформационной системы естественно что они не будут совпадать с теми которые существуют официально указаны вот здесь примерно та же ситуация распределения по федеральным округам вклад каждого федерального округа в общую так сказать копилку вот это наверное наиболее интересная схема наиболее интересная таблица насколько в европейской россии сохраняются на территориях особого природоохранного значения виды которые значит здесь имеются вот обратите внимание это все махообразные все моллюски все круглородные пресмыкающиеся птицы один вид млекопитающих у нас оказался без специальной охраны несколько видов сосудистых россии несколько видов насекомых и несколько типов местообитания все-таки подавляющее большинство объектов европейского значения у нас защищено в европейской россии на территориях особого природоохранного значения ну в общем не сто процентов но и не так уж мало на мой взгляд даже очень даже не мало учитывая в общем то такую вот почти общественную деятельность которую мы развели значит проведено 7 конференций вот это восьмая спасибо организаторам издали методическое пособие издали изумрудную книгу в которой просто перечислили причем по состоянию на тринадцатый год там половина нету выявленных территорий на тот момент выявленные территории мы значит перечислили актуальные задачи состоят не только в том чтобы развивать успех количественно но и в том чтобы распространять информацию о важности изумрудной сети вот чем сейчас и занимаемся и особенно важно это стимулировать природопользователей сохранять территории особого значения которые находятся в их ведении в их пользовании это как раз перспективная задача формирование заинтересованности населения формирование изумрудной сети и паневропейской экологической сети в целом меня сейчас спрашивают почему Россия до сих пор не присоединилась к Бернской конвенции ведь такие на самом деле ну скажем так хорошие результаты ответ очень простой вот как только населению будет важно и интересно чтобы Россия была в составе этой конвенции это произойдет очень быстро почти сразу потому что тогда будет понятно для чего будут истрачены определенные государственные средства на поддержание участия постоянного участия нашей страны в этой конвенции а согласно кстати конвенции изумрудную сеть и паневропейскую экологическую сеть вполне можно формировать не полностью интегрируясь в механизмы этой конвенции что вполне естественно на наших экосистемах экологическое благополучие в основном собственно и держится во всей Европе поэтому вполне понятно что любой наш вклад здесь встречается с благодарностью ну и вот поэтому перспективные задачи здесь видны уточню важная для нас задача это специализированная нормативная база для сохранения типов места обитаний вот это особенно важно это то чего у нас пока нет и это реально мешает за этом я благодарю вас за внимание ну и надеюсь что если есть вопросы то их можно даже в письменном виде задавать спасибо